Девушки отдыхают Просказать вам историю Как Эволюционируют компании В основном в технологическом секторе Проходя путь от Идеи до продукта Можно дать картинку на экран У меня слайды Когда будет картинка А, вот здесь есть картинка Да, все супер Значит, вот там будут разные картинки Может быть даже лучше на оба экрана Эту картинку дать То есть важен не Наверное, факт моего выступления Сколько я хотел показать Несколько симпатичных картинок Которые помогут предпринимателям Выбрать направление Для движения на обоих экранах Ну да, вот так вполне нормально Спасибо Значит, вкратце о том Чем мы делаем и чем мы занимаемся Последние 8 лет Мы Если угодно формируем динамику Которая помогает предпринимателям Двигаться от Идеи, которые у них есть Я буду как-то отмечать Наверное, да, видно Буду отмечать основные моменты На картинках От идеи, которые у них появляются Проходить тернистый путь И двигаться к вот этому Красивому графику Которая не обязательно означает деньги Это в первую очередь обозначает Market Traction То есть метрики увеличения Клиентской базы И другие показатели Так называемые KPI Key Performance Indicators По которым видно, что компания Зацепила свою бизнес-модель Зацепила Получила сцепление с рынком И двигается вперед Набирая клиентскую базу Вот вкратце то, что мы делаем То есть мы помогаем фаундерам Основателям компаний Двигаться, проходить путь От лампочки вот к этому Market Traction Это вкратце картинка Которая показывает, что Ну а дальше мы много что делаем Для этого Это все вот Вокруг нарисованы инструменты Это и какие-то инвестиции Которые мы помогаем привлечь У нас есть свой фонд Где мы инвестируем вместе с партнерами Мы показываем проекты Другим инвесторам Мы проводим всевозможные программы Для сооснователей компаний Такие как Start in Garage Или Deep Dive Инструменты разрабатываем Вот здесь их два Покажу вам, как они работают Ну в общем, вот вкратце Вкратце идеология Собирания вместе фаундеров И создания динамики Которая дает возможность Продвинуться от лампочки Вот к этому красивому графику Значит, за последние пять лет Примерно с тысячей таких компаний Мы поработали Как большие компании Которые работают Над новыми Так называемые Спинауты Или формирование стартапов Основанные на той экспертизе Которая есть в больших компаниях Так и со стартапами И маленькими компаниями И даже иногда я очень радуюсь Когда компании вот отсюда Из просто помощи И работы с ними Бок о бок По решению практических задач Переходят вот сюда Здесь мы в них инвестируем Понятно, да? То есть две стороны бизнеса Одна слева от вас Слева та, где мы возимся С компаниями И справа Это та часть Где мы инвестируем в компанию Фонд называется EBRT Причем еще раз Мы инвестируем не сами И как правило Показываем нашим другим фондам Это вот мы, наверное, с Денисом Последние несколько лет Работали с Дэвидом Вароквером Из Монгрува Есть американский фонд в Нью-Йорке Называется Insight Axel Partners Если читали объявление Про купи VIP То там у наших коллег Из Монгрува Получилось притащить И Axel, и Балдертон И большую пачку фондов Международных Очень серьезных То есть идеология Показывать лучшие компании Нашим друзьям Международным фондам Цель Сколько у меня минут вообще На все это? Еще 20 Ну хорошо Я думаю, я уложусь Чтобы показать вам Главную идею Значит Так называемые Паттерны развития бизнесов Паттерны Или шаги Которые проходит Компания По развитию бизнесов В общем Если помните Вспомнить первый слайд Слева есть Основатель с лампочкой Справа После получения Market Traction Есть компания Которая работает Если это компания То это машина По производству денег И между двумя Этими точками Существует путь Путь к успеху Который В общем-то Бывает Тернист И этот путь Мы называем Паттерн Тот Путь По которому Проходят Компания Или типовые пути По которым Проходит компания Для того Чтобы без колючек Проехать Из пункта А Вот отсюда От лампочки В пункт Б Вот сюда Понятно Да? Определение паттерна Серия шагов По которым Двигается компания Для того Чтобы пройти Из пункта А В пункт Б Есть такой дядя Стив Бланк Он приезжал к нам И Денис Вы если честно Можете пойти Есть такая книжка Хорошая Four steps to epiphany Денис А ты еще Ее это Продвигаешь Да? В общем Денис Сделал перевод На русский Продает ее Можете прийти К Денису Всячески рекомендую Вот эту книженцию Four steps В которой описано Бланк делает Примерно Следующее Утверждение Значит Вот оно Что Существует Повторяемый Путь Некая Если угодно Последовательность Шагов Последовав В которой любой Человек Может создать Технологический бизнес Называется Repeatable path to success То есть Это повторяемая история Повторяемый путь По которому Можно двигаться Для того Чтобы создать Технологический бизнес Поэтому В каком-то смысле Предпринимательство Из искусства Как мы о нем Думали раньше Оно становится Наукой Science Наука Четко описывающая По шагам Как формировать Или создавать Технологические компании Проходя путь От идеи До работающей Большой организации И при этом Многие стартапы В зависимости От их типа Следуют Похожим паттернам То есть Проходят Похожие пути Или делают Похожую Процедуру Проделывают Похожую процедуру Шагов Для того Чтобы продвинуть Себя От этой лампочки Слева К графику Справа Есть другой Способ На это Глядеть Наш хороший Друг Предприниматель Из долины Макс Кибинский Говорит Что нет Такого Пути Не существует Формальной Системы Описывающей Процесс Построения Компаний Или стартапов Значит Такой Системы Не существует Предпринимательство Является Искусством Арт И единственный Способ В этом Преуспеть Это Тренировать Вашу Интуицию Понятно Да Две Противоположные Как бы Точки Зрения Причем Макс Это доказывает Математически С помощью Формул Большие Выкладки Там Используется Так называемая Теорема Теорема Гёделя О Incompleteness Theory В общем Если будете В долине Рекомендую Стретиться С Максом Он вам Математически Докажет Что пути К успеху Не существует Каждый раз Он Формируется Случайно Понятно Да Две Противоположные Позиции Причем Это две точки Зрения На Одну и ту же Проблему Проблему Создания Технологической Компании Значит Я вам хочу Историю Рассказать История Фонда АйБиАрти Потому что Андрей Баронов И Ратмир Тимашев Значит Двое Основателей Фонда С которыми Я вместе Работаю АйБиАрти Известны Андрей С Ратмиром Тем что Основали Компанию Софтверную А элита Софтвер Называется Компания И В 2004 Году Компанию Получилось Успешно Продать Большому Американскому Игроку Собственно С тех пор Фонд Основан И занимается Инвестированием В технологические Компании Значит История Андрея С Ратмиром Помогает Понять Обе точки Зрения И Скибинского И Стива Бланка Значит С чего Она Началась Ратмир В начале 90-х Уехал В Америку Жил В Коламбусе Учился В Ахайо Стейт Университи И Где-то В 95-м Году Ему Пришла Идея Сделать Интернет Магазин По продаже Компьютерных Запчастей Комплектующих На интернете Он Попробовал Сделать Сам Но Понял Что ему Нужен Его Сильный Партнер С которым Он Жил В Общаге МФТИ В Москве И он В 95-м Году Зовет Андрея Баронова Своего Руммейта Как Напарника По общежитию Переехать К нему Для того Чтобы Сделать Интернет Магазин Андрей Соглашается И Случайно Выбирает Для создания Интернет Ресурса Интернет Магазина Windows Который Тогда Только Только Появился То есть Первый Момент Выбирает Случайно Ну Новая Операционная Система Вышла Windows NT Вроде бы Там Написано Серверное Для Вебсайтов Андрей Берет Windows NT Начинает На нем Делать Интернет Магазин Но Оказывается Что Операционная Система Потому что В ней Такое Количество Дыр Что Все Рушится Падает Данные О всех Операциях Оттуда Можно Вытащить В системе Огромное Количество Дырок И Таким Образом Андрей Накапливает Своё Технологическое Ноу-хау То есть Учится Эти дырки Латать Латая Одну За другой Дырки И нарабатывает Экспертизу В области Администрирования Windows NT Вот оно Windows NT Экспертиз И где-то В таком режиме Они пару лет Работают Андрюха Сидит Латает Веб-сайт Ратмир Рассылает Емейлы По интернету Приходите Покупайте Нашу память И Харддрайвы На магазине Значит Сидят Делают Магазин Ну это Как бы Ничего Что я сам Вспоминает Ратмир Сделал первую Покупку На интернете В девяносто девятом Году Но тогда В девяносто пятом Мне казалось Что все Взорвется И все люди Просто ломанутся На интернет Закупать Наши Харддрайвы И нашу Оперативную Память Которую мы Продаем Но в итоге Никто Естественно Ее не закупал Потому что Первое Ну как бы Весь рынок Электронной коммерции Стал подниматься После Девяносто пятого Года Зато Андрюха Сделал Достаточно Простую Программу Он называется На Windows NT Крякалка Паролей Пасворд Крекер И выложил Ксе в блок То есть Вот есть Эта экспертиза Она легла В основу Создания Вот этого Элегантного Продукта Называется Крякалка Паролей Для Windows NT И в первый же День 15 тысяч Скачиваний Ракмир Говорит Я там Рассылаю Всему интернету Купите память Никто не покупает А у Андрюхи Скачало 15 тысяч Человек Крякалку Паролей Для Windows NT Один только Остался вопрос Чего с этим делать Как на этом Зарабатывать Ну они подумали Сделали пару Звонков В компанию Microsoft Говорят Слушайте Нас тут Скачивают Крякалку Паролей Для Windows NT Мы вам Можем Сказать Как Закрыть Эту дырку Windows За скромную Сумму Мы вам Это Окажем Консалтинг Вот А В Microsoft Обычно На это Отвечают Нет То есть Как бы Ну попробовали Не получилось Так заработать Хотя Программу Качают Ну Тогда Значит Ратмир Придумал Новый способ Зарабатывать Деньги Он эту программу Переименовал И вместо Крякалки Паролей Для Windows NT Она стала Называться Windows NT Password Strength Security Checker То есть Системная Утилита Для проверки Безопасности Отказа Устойчивости Пароля На компьютере Windows Понятно Да Как изменилась Их бизнес Модель Смотрите Вместо Хакеров На которых Они Таргетировали Свою Программу В самом начале Они Стали Работать С Администраторами Системными Администраторами Которым Потребовалось Проверять Безопасность Насколько Хорошо Рабочая Станция Компьютер Защищен От взлома Понятно Да Идея То есть Как бы Произошла Смена Бизнес Модели И дальше Что они Делали Ну Вот Значит Шли На форумы Шли На форумы Делали Мейл Маркетинг Брали Этих Системных Администраторов Они Приходили На Веб Сайт И Скачивали За 20 Баксов За 20 Баксов Скачивали Эту Программу С Веб Сайта Да Ну И эту Утилитку Тоже Положили На Веб Сайт Собственно Чтобы Ее Можно Было Скачать Вот Раз Такая Стрелочка То есть Вот Такая Простая Бизнес Модель Типа Качай За 20 Баксов С Утилиту Фритрайл Все понятно Да Есть какие-то Вопросы К текущему Моменту По истории Нет Окей Гуд Идем дальше Значит Ну Это Они Оказались В таком Бизнесе Где нужно Продавать Много Программ По 20 Баксов Я его Называю Volume Space То есть Должен быть Большой Объем Программ Которые Вы Продаете Как Поставщик Вы Работаете С Space Почему Потому что С это Supplier P Это Продукт A Это Average Deal Size C Это Customer И Это Evaluation То есть Evaluation То как Customer Принимает Решение О покупке Значит Если Мы Говорим Про Поставщика Вот он Модель Обычного Магазина Называется Grass Рестор Пришли В бокалейную Лавку Взяли На сайте Программу Поставили Минимум Вовлеченности С точки Зрения Компании Программа Доступна Для Скачивания Как Продукт Очень Хорошая Аналогия Чтобы Это Объяснить Это Еда То есть Очень Простой Готовый С полки Взяли Продукт За 20 Баксов Стали Использовать Everage Deal Size Маленький Маленький Много Людей Должно Приходить Большой Поток Клиентов То есть Так Называемый Ну C Stands For Customer Большой Поток Клиентов И У каждого Достаточно Короткий Цикл Принятия Решения Space То есть Такой Как бы Получается Бизнес На Большой Объем Скачиваний И Где-то В 98 Году Когда этот Бизнес Пошел Андрюха Сидит И говорит Ну Да Значит Примерно Бизнес План Составили Нужно Продавать В год Таких Программ Несколько Десятков Тысяч Копий Тогда Мы Заработаем Свой Первый Миллион Долларов И В таком Бизнесе Они Существовали До тех Пор Пока Им Не Позвонил CIO Bank Of America Дело Было К вечеру Они сидели В общаге Вдвоем Уже Что-то Там Выпили И Андрюха Снял Трубку А ему Звонит Bank Of America Андрей Там Аэлита Софтвер Слушает Чем могу Помочь Здрасте Мы Bank Of America Хотим Купить Вашу Программу Ну Не вопрос 20 Баксов Да Но У нас 20 тысяч Рабочих Станций Мы Хотим Их Все Это Самое Защитить Андрюха Ну Не вопрос Я Еле Успел Добежать И взять У него Этот Разговор Чтобы Продолжить Негашировать Enterprise Sales Face To Face Встречи С Bank Of America Значит Это Привело К еще Одной Смене Бизнес Модели Второй По счету В истории Компании Вместо Того Чтобы Работать С 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 Стали Работать С Enterprise CIO И IT Менеджерами Изменилась Целевая Аудитория Вместо Того Чтобы Просто Положить Продукт На сайт Как это Было Раньше Раньше Он просто Лежал На сайте Вон Идет Стрелочка От продукта К сайту Раньше Продукт Просто Лежал На сайте Вместо Этого С каждым Из Кастомеров Нужно Было Встречаться Чтобы Понять Его Нит Вот Нарисую Другую Стрелочку Изменился Способ Ведения Бизнеса И после Этого Для этого Нида Для этой Потребности Для этой Проблемы Которая Есть Заточить Решение Enterprise Solution Сделали Solution Есть Какие-то Принципиальные Вопросы Первое Изменилась Сильно Динамика Вместо Выкладывания Программы На сайт Стало Необходимо Встречаться И Вести Face-to-face Переговоры Средний Размер Сделки Изменился С 20 Баксов До более Чем 100 Тысяч Долларов На один Контракт Таким Образом Аэлита Оказалась В другом Бизнесе Который Называется Value Space Как Суплайер Если В первом Случа Вы были Похожи На аптекаря Который Просто Стоит За прилавком И отпускает Товар Здесь Вы стали Хирургом Поставщик Полностью Берет На себя Всю головную Боль Решение Проблемы Заказчика Space Как Продукт Значит Это мы Обсудили А продукт Изменился Вместо Продажи Готового Коробочного Решения Стала Поставка Сложного Решения Average Deal Size Вырос С 20 Долларов До более Чем 100 Тысяч Поток Клиентов Да Он Сократился Но зато О каждом Клиенте Теперь нужно Знать Значительно Больше Кто Лицо Принимающее Решение Кто Владеет Бюджетом С кем Согласовывать Эту покупку Evaluation Долгий Долгий Цикл Сделки Понятно Да Отличие Высокий Объем От высокой Value От высокой Ценности Ну и вот Что в итоге Получилось Значит Начали С Моделей Онлайн Продаж Высокий Объем Много Продуктов И пришли К тому Что вот Этот Бизнес Стал Источником Лидов Источников Клиентов Для того Чтобы Начать Работать В другой Части В другом Куске Бизнеса Который Посвящен Продажам Ценности Понятно Да Это Картинка Две Части Бизнеса Одна Большой Объем Продаж Она Генерирует Лиды Потенциальных Клиентов Для того Чтобы Работать В Энтерпрайз Сегменте Вот Так Примерно Выглядит Эта Картинка Значит Что Было Дальше Это Факт Исторический Компания Была Приобретена В 2004 Году Квестом Американская Компания Но Дальше Начинается Самое Интересное Пройдя Путь От Скибинского Они Оказались Там Где Сейчас Находится Бланк То есть Серия Случайных Событий Приведшая К появлению Некого Паттерна Который Я вам Сейчас Продемонстрировал Привела К тому Что Ратмир В 2007 Году Говорит Коль Ну Я По шагам Знаю Теперь Я Все Это Сделал Я Знаю По шагам Как Построить Миллиардную Компанию Следующий Проект Который Они делают Называется Vim Software В точности Идет По этой схеме Выпускается Простая Утилита Которая Большими Объемами Скачивается Кто-нибудь Использует Виртуальные Центры Обработки Данных У себя ESX Знаете Fast SCP Это достаточно Простой Продукт Который Позволяет Быстро Передвигать Файлики Между Виртуальными Машинами Из этого Продукта Вырастает Полноценное Энтерпрайз Решение Backup and Replication Которое Выигрывает Массу Наград В индустрии Схема Абсолютно Та же Самая И Попробуйте Предположить Сколько Сейчас Стоит Эта Компания Смысл Следующий Значит У нас За время Работы За последние 5-6 Лет Скопилось Примерно 25-30 Вот таких Вот паттернов Которые Определяют Связь Основных Элементов Бизнеса Друг с С чего Начать С создания Простой Волюм Утилиты Которая Будет Продаваться За 20 Долларов Через Вебсайт И потом Перейти На Бизнес По продаже Ценности Есть Другие Способы Развивать Компанию Пошагового Развития Бизнеса Все эти Способы Мы Коллекционируем И описываем Их С помощью Вот таких Вот простых Рисунков Первое Называется 8 блоков Или 8 Кубиков Где мы Помещаем Все основные Элементы Бизнес Модели На одну Картинку Чтобы отследить Динамику И взаимосвязь Между ними И второе Мы смотрим На то Что называется Space Кто вы Как Поставщик Кто вы Как Суплайер Какой у вас Продукт Какой Средний Размер Сделки Какой Поток И Какая Численность Клиентской Базы Для этого Необходим И как Эти клиенты Принимают Решение О покупке Space Вот Каждый год Конечно По-скепинскому Будут появляться Какие-то Новые Паттерны То есть Однозначного Ответа на то Как построить Компанию Не существует Но Будучи Пройденным Один раз Эта история Она документируется И может быть Использована Второй Третий И четвертый Раз подряд Значит Вот Ссылка На Страницу Где мы Рассказываем О том Как мы Описываем Бизнес-модели На этих Картинках Вот Картинка Описывающая Что все Бизнесы Мы бьем Примерно На три Типа Есть те Которые Продают Вилью Есть те Которые Занимаются Большими Объемами Типа Фейсбука Или Твиттера А есть Что-то Посередине Ну Например Компания Эппл С всякими Макбуками Или Айпадами Где-то Посередине Находится Да Ну В общем Вот Вкратце Да Вот Пример Одной Из Компаний С которой Мы Недавно Работали Достаточно Интересный Кейс Ребята Делают Интерфейс Для Айпада Чтобы Рисовать Графики И Системы Документа Оборота Что у них В реальности Получается То что Лицу Принимающему Решение В организации Они Продают Прикольный Интерфейс Для Айпада То есть Такой Инструмент Повышения Собственной Продуктивности Продают Они Его Через Вендоров И Интеграторов Вот Их Клиент Вот Что Они Ему Продают И Продают Через Вендоров И Интеграторов Но Для Того Чтобы Подписать Вендоров И Интеграторов И Убедить Их Совместно Поставлять Решение В Организацию Они Должны Им Тоже Продать Идею Совместной Работы Вендорам И Интегратором Они Продают Идею Того Что Этот Интерфейс Для Айпада Делает Систему Управления Документ Оборотом Более Совершенной Более Целостной Продают Это С помощью Бизнес Плана Совместного Партнерства Так называемый TCO И Рой Вычисления И делают Это Приличных Продажах Face to Face Вот Почти Все Бизнесы Описываются Вот Такими Простыми Схемками Простыми Позволяют Определить Наиболее Приоритетные Задачи Куда Компании Двигаться Сейчас В первую Очередь Поэтому Ну вот Призываю Вас Сейчас Начать Осознание Своего Проекта Или Осмысление Если Угодно После Этого Как правило Выясняется Что 99% Предположений Которые У нас Были О том Что Будет Нашим Каналом Или Кто Будет Нашим Клиентом Они Оказываются Неправильными Поэтому После Этого Когда Бизнес Модель Примерно Будет Склеена Можно Запускать И Собирать Первый Маркет Трекшн И Потом Уже После Этого Идти К Инвесторам Улучшать Оперейшн Раздувать Команду И строить Настоящую Историю Успеха Вот Примерно Такой Жизненный Цикл Проекта Который Мы Увидели Работая С Компаниями Вот Некоторые Из Я призываю вас Вступать В это Движение Участвовать В создании Компании Вместе С нами И Если Какие-то Интересные Проекты Есть Для Инвестирования Которые Уже Имеют Science Of Market Traction То есть Есть Четко Видно Что Бизнес Модель Понятно И понятно Как она Будет Двигаться Присылайте Будем Смотреть Инвестировать Денис Тебе Слово Окей Спасибо Еще раз Это была первая Публичная Презентация Этой Методологии На широкую Аудиторию Коля Большое Спасибо Вопросов У нас Нет